Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, хочу сегодня показать вам Nokia 6131. Нашел я ее в тех коробках, которые я нашел в гараже. Но, скорее всего, был прилет или его трухануло, потому что до того, как он попал в коробку, он включался все хорошо. У него был белый дисплей, а сейчас я его включил, чуть-чуть расстроился. У телефона желтый дисплей. Не могу понять, или шлейф, или какая болячка. Сейчас посмотрим. Кнопка тоже стала плохо включаться. Надо его разбирать, смотреть. Юля Паля. Сейчас включу. Вот, смотрите. А был белоснежный. Не могу понять, что произошло. И тут желтый. И когда закрываем здесь, яркая слабая яркость. И не могу понять, что. Буду разбираться. Конечно, подсветка голубая. Присосует телефон полностью оригинал. В оригинальном корпусе. Давайте смотреть. Проверять, что он может, что он не может. Сделать так побольше засвет. Заходим в менюшечку. Сейчас еще проверим, работают ли клавиши. Потому что война много гадостей она приносила. Так, заходим в сообщение. Что у нас по папке видим? Новое сообщение. Входящие. Черновики. Исходящие. Переданные. Сохраненные. Отчеты о доставке. Электронная почта. Чат. Можно отправить было голосовые сообщения. Короче говоря, и удалить. Это все можно было в данной папочке. Следующая папка. Книга контактов. Заходим сюда. Имена, пароль и явки. Сим-карта не вставлена. Телефон ничего не видит. Все это можно было разделить по группам. Синхронизировать с карточкой. Вот видите, группы написано. Есть у нас быстрый набор. Можно было сюда повыносить какие. И потом, например, на единичку зажимаете. И набирается телефон, который вам нужен. Третья папка. Это у нас журналы. Вызыва. Входящие. Исходящие. Номеров нет. Вот здесь. Адреса сообщения. Адреса. Т.е. Чистить списки вызовов. Длительность вызовов. Счетчик переданных данных. Тайминг. Журнал сообщения. Местоположение. Так. Давайте посмотрим, что у нас нарисовано. Принятые вызовы 129. Исходящие 458. Длительность всех звонков. 598 часов. Или 6, или 8. Очень мелкий шрифт. Ну, 600. Представляете. 600 часов накалякали на данном телефоне. Следующая папочка. Медиа. У нас есть камера. У нас есть видео. Музыкальный проигрыватель. Аудио проигрыватель. А, это видео проигрыватель. Это аудио. Есть у нас радио. Нужны наушники. Так. Наушники у нас вставляются куда? Ага. Вот такая вот гребеночка сзади. И сюда оно вставляется. Есть у нас диктофон. Есть у нас эквалайзер. Вон сразу предустановленные темы. Так. И расширение стереобазы в ключи. Тогда звук будет получше. Ну, и сейчас проверим. Давайте камеру. Как она работает. Так. Берем телефон. Снимаем. Да, конечно, то, что желтое. Не могу ничего понять. Так. И. Что? Все. Телефон теряется во времени. Сейчас посмотрим. Фото. Формат файла не поддерживается. Прикиньте. Короче. А может и со шлифом что-то. Может был прилет. И вот это вот он так выделывается. Ну, короче говоря, фотография не получилась. Клипов нет. Музыки нет. Темы. Nokia Blue. Ага. Есть, короче говоря. Можно вам поперебирать. Поиграться. Видите. Градация цветов идет. Но, скорее всего. Или это брак уже в модуле. Вот этот, который меняли. А может и не меняли. Я не знаю просто его судьбу. Или шлейф. Одно из двух. Графика. Фоновые рисунки пусто. Заставки пусто. Графические. Короче говоря. Все поудалялось. Не знаю, зря чего. Сигналы. Мелодия. Так. О, громкость хорошая, ребят. Не пойму, откуда звук. Но звук меня удивил. Ой, замолоть. Ребят, ну вот скажите, из всего, да. Ну что, это же должно работать в телефоне, правильно? Отлично. Удивил, честно говорю. Молодец, удивил. Далее. Настройки. Режимы. Выбираем на улице. Самый громкий включить. Тут все выбирается на раз, два, три. Далее. Темы. Сигналы мы видели. Тут основной и малый дисплей. Малый с той стороны, основной вот этот. Идет настройка. Цвет регулируется. А, Анну сказал, регулируется. Экран, заставка, отключить. Экономия энергии. Нет, кстати, не регулируется. Это плохо. Так, установка времени и даты. Дальше. Меню вызова. Подключение устройств. Передача по Bluetooth информации. Инфракрасный порт. И пакетные данные, то бишь через кабель. Далее. Телефон. Языковые настройки. Английский, немецкий, русский, болгарский, украинский, румынский. Это уже под нас прошивочка. Так, защитная блокировка. Приветствия, запрос в полет. Обновление телефона. Выбор оператора автоматически. Ну, короче, вот здесь все полностью настраивается. Телефон. Следующее. Это у нас органайзер. У нас есть будильники. Календарик. На каждый день можно было сделать какое-то событие. Дальше папочка дела. Дальше заметки. Далее. Калькулятор. Да, тригонометрия, как на 62-33. Вы запоминаете. Видите, какие калькуляторы? Стандартные. Чтоб не морочить голову. Они делали некоторую прошивку. Одну прошивку под несколько телефонов. Таймера. Секундомер. Далее. Функция Push to Talk. Отключить. Так, он выключился. Как она включается? Как ее пользоваться? Ребят, почитайте в интернете. Кто-то меня спрашивал. Честно, даже врать не буду. Я ее ни разу не пользовался. Но говорят, что можно, что очень удобно. Далее. Приложения. Игры. Фу, пусто удалили. Коллекция. Пусто. Это завал, ребят. Кто-то поиздевался над телефоном конкретно. Все. Ну и выход в интернет. Так, давайте проверим, работают ли у нас четыре ноля команда. Так, Nokia 6131. Версия 06.10. От 14.02.07. Ремка 115 под наш регион. Так, клавиши. Все нажимаются. Отлично. Ну и бьем лайфтаймер. Там было по чешу под 600 часов. 92.7.0. 26.89. Решетка. Так, 11.00. 2007 год. Тюн-тюр-тюн. Да, 600 часов. 597.39. Полностью как в том лайфтаймере. Что, прикольная раскладушечка. Вот так закрывалась. Здесь информация. Когда она открывалась, появлялись вот такие светящиеся руки. И постоянно горели. Вы когда разговаривали, чтобы, знаете, как шильдик Nokia тут перевернут. Чтоб человек или кто видел, что вы разговариваете по телефону Nokia. Не как-нибудь. Ну что, ребятки. Вот такой телефончик у нас сегодня был на обзоре. Кому понравился, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. И чтобы было больше видосиков, Игорь, как обычно, под конец видео просит у кого-нибудь денежку. Поэтому карточки в закрепленном комментарии. Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, пожертвование для развития канала. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Видео мои не копируйте. Сразу подаю жалобу. Всем пока.